Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что такое Федерация воднолыжного спорта и какие дисциплины она в себя включает? Федерация воднолыжного спорта России это член Международной Федерации воднолыжного спорта. Международная Федерация образовалась в 50-х годах. В принципе, водные лыжи. История с 24-го года. Федерация международная в середине 50-х годов. Российская Федерация в 64-м году и в 65-м уже был проведен первый чемпионат в Химков в Москве, чемпионат Советского Союза. И с тех пор, вы знаете, самое главное и интересное, что у Истокова Федерации стоял наш легендарный космонавт, первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарь. Он, конечно, содействовал в создании Федерации воднолыжного спорта Советского Союза. Но он был председателем технической комиссии Федерации, потому что ему не разрешили быть президентом, потому что много других у него задач стояло. Но он активно участвовал и помогал спорту. Вот с тех пор было проведено 27 чемпионатов Советского Союза до 1990 года. Ну а потом, естественно, Советский Союз перешел плавно в Россию, передал свои полномочия. Ну и начал с 1991 года работать Федерация Российской Федерации воднолыжного спорта России. Ну, Федерация до 1990-х годов ходила, в общем-то, водные лыжи объединяли с лалом, фигурное катание и трамплином. И в середине, за катером в основном, в середине где-то в 90-х годов начали уже проводить соревнования и тренировать на электрической тяговых устройствах. Хочу сказать, что, конечно, это Риксон, это изобрел еще вот это тяговое устройство, лебедку свою, еще в 60-х годах. Но в это же время братья Михаевские в Дубне создали свое. Они инженеры были. И одновременно великие тренеры, большие тренеры, они воспитали целую плеяду заслуженных мастеров, известных мастеров спорта. Вот. И они изобрели эту лебедку и тренировали наших будущих спортсменов. Очень активно, потому что северная страна вошла быстро в плеяду мировых звезд водно-лыжного спорта. Быстро вошла. Вот. И где-то с 90-х годов появляется новый, в 92-м году в мире появляется новый вид спорта, который мы сейчас видим, вейкборд. В 98-м уже проводятся чемпионаты. И Россия, конечно, не отстает. Мы уже в 98-м году, у нас тоже уже появляются эти, начинается строительство лебедок. Вот. И первый чемпионат мы провели за катером, правда, в 2005-м году в Москве, в Крылатском, по бейкборду. В общем, бейкборд тоже очень активно сейчас прогрессирует. Он развивается более активнее, чем водные лыжи. Какие задачи стоят перед руководством вообще Федерации водно-лыжного спорта? То есть какие задачи и функции эта организация, в принципе, выполняет? Ну, задачи, конечно, они не простые. Для того, чтобы работала Федерация, чтобы спорт был доступен, прежде всего, для большего количества людей. К сожалению, сегодня я хочу констатировать, что примерно 15 тысяч мы сегодня считаем, что у нас занимаются водными лыжами и векбордом в России. Это мало. Спорт должен быть массовым. Вот одна из главных задач – это достичь, чтобы массовость была в этом спорте. Но здесь очень много вопросов. Это спорт дорогой, очень дорогой спорт. И водной лыжи, и за катером, и за лебедкой, и векборд. Ну, прежде всего, конечно, векборд, он более доступен, он дешевле, и одновременно можно прокатывать в одно и то же время много спортсменов или любителей прокатывать, учить, тренировать за лебедкой. Это одна из главных задач, которые сегодня, чтобы спорт стал массовым. Вторая задача – это подготовка для участия сборных команд, для участия международных соревнований. Это сборные тренируются, значит, определяется, президиум определяет календарь, когда какие соревнования в России проводятся, как они сочетаются с международными соревнованиями, когда это проводить. Ну, и, естественно, надо, чтобы эти клубы активно работать с клубами, которые у нас сегодня, к сожалению, еще немного клубов. В России сейчас 32 федерации региональных, региональных федераций, которые объединяются в общую, региональную, то есть области, края, они объединяются в Российскую Федерацию. Вопрос такой каверзный, я не знаю, стоит ли потом это отвечать, может, вырезать. Ну, Пхукет-Вейк-Парк находится на территории Таиланда, соответственно, совершенно иная юрисдикция, но все равно здесь работают, управляют, катают русские люди. Как-то мы можем относиться к этой истории или, собственно, мы вообще вне системы? Нет, я думаю, как? Вне системы. Я хочу считать, что для бэкборда это, мы считаем, что это очень значимая для нас база зимних тренировок спортсменов. У нас, конечно, ограничено. Зимой где у нас спортсмены тренируются? В бассейнах, если в России. Но большинство спортсменов, ну, даже и любители, они едут в южные края. Вот воднолыжники, они тренируются, большинство сегодня в Америке созданы условия, в южных штатах Америки, и они там тренируются. У них там есть такая возможность, и там и лебедки, и катера, все остальное. Воднолыжники, ну, я вижу даже здесь и европейские бэкбордисты, то есть, они тренируются здесь. Я думаю, они с удовольствием едут. Ну, здесь много, во-первых, качественной подготовки идет, качественная, в общем, наверное, и обслуживание, и условия, наверное, приемлемые для... Потому что сегодня экономично должно быть, а у нас очень слабое бюджетное обеспечение, очень слабое. И вот на следующий год мы только добились, что 5 миллионов рублей будет на федерацию, это совсем мало. А до этого было менее 2 миллионов рублей. Естественно, надо каким-то образом, и люди ищут возможности, где потренироваться экономично, где можно пожить, где можно потренироваться, где бы отношение было достойное этих людей. И мы благодарны, конечно, руководству Покет-Вэйпарка, который в основном здесь тренируется члены сборной команды России, создаются им соответствующие условия. Это очень важно. И я думаю, что и в дальнейшем перспективе надо каким-то образом еще это сочетать, подумать, каким образом сделать, если даже будет и бюджет, может быть, какие-то обеспечивать нашим спортсменам здесь зимние тренировки, то есть оплачивает им проезд и здесь проживание за счет бюджета. Вот мы сегодня над этим тоже работаем. У нас совершенно недавно был такой некий круглый стол вместе с Аланом Сыноковым, Оводовым Романом, мной и Лысенко Владимиром и Артемом Сыровым. И прозвучало то, что все-таки это экстремальный вид спорта, и у людей есть травмы. Не у всех есть страховки. А это как-то будет решаться. То есть у людей, допустим, есть и платные операции, это все на их плечах. То есть вот, допустим, сидит чемпион Российской Федерации, его поддерживают 100% родители. То есть, ну, либо там друзья, товарищи, работа касательно других ребят. Ну, а вообще относительно Федерации, она как-то поддерживает в несчастных случаях? Ну, знаете, я бы сказал, что вот просто поддерживать только можем ходатайство и все каким-то образом, потому что, я еще раз говорю, дело упирается во всем бюджете. Но люди, которые выезжают из России, они пересекать границы должны со страховкой уже должны. Ну, страховка бывает там элементарной, самая небольшая. Есть страховка уже, ну, кто-то покупает, это уже в зависимости от возможностей, наверное, частных лиц там или родителей, как вы говорите. Но вот, допустим, спортсмены наши, вот у Николая, там у других, им страховку обеспечивает государство. Ну, сегодня, конечно, я сказал, что одна из главных задач Федерации, это чтобы спорт был массовым. А для этого нужна поддержка, поддержка финансирования. И мы сегодня, каким образом это можно добиться? Сегодня мы, президент Федерации утвердил и направил, и теперь уже Министерство спорта в соответствии с программой, Российской федеральной программой развития физической культуры и спорта в России, подготовлена программа развития вида спорта. Федерация водно-лыжного спорта подготовила свой проект, министр спорта утвердила. То есть есть программа, на которой там огромное такое, там все предусмотрено, и страховка, и все остальное. Вот. Вопрос стоит, чтобы привлечь бюджет. Мы таким образом будем сейчас создавать, и на это предусмотрен в бюджете деньги, в регионах школы. Вот в Москве сегодня очень мало, только 9 пока школ. То есть они не чисто... Вот в Москве была отдельная школа «Виктория», которая занималась только чистой подготовкой воднолыжников и вагбардистов. Сегодня она объединилась с другими. В Москве стала большая школа по водным видам спорта. И туда вошел воднолыжный спорт. Ну и, естественно, стало с бюджетом похуже, потому что прежде всего деньги идут на финансирование олимпийских видов спорта. Вот. И немножко стал бюджет нас не радовать. Но сегодня в соответствии с этой программой мы создаем или будем создавать региональные школы водных видов спорта или водных лишь при школах водных видов спорта. И тогда, я думаю, из бюджета уже будут деньги, и мы начнем малышей тренировать уже в этих школах. А дальше, вот как в Москве, есть школа высшего спортивного мастерства тоже. Там тоже наши занимаются атлеты высшего. Ну, там в основном воднолыжники. Вот сегодня стоит задача привлечь туда, направить уже наших вагбардистов. Мы сами. У меня следующий вопрос. Как вырастить чемпиона? С вами сидит ваш скилл Николай Волоков, который уже два раза чемпион Российской Федерации. И как вы вообще добились этого? Это совместный труд, либо это его упертость? Нет, ну, конечно. Я хочу сказать, что тут много. Тут и генетика, наверное, и наследственность, потому что мама чемпионка, ему ничего не оставалось, как учиться рядом. Мама тренирует, катается, тренируется. И мы хотели, конечно, чтобы он занимался этим. Слава богу, он такой у нас был подвижный ребенок с самого детства. И в три года он начал уже плавать в воде. А в 4,5 он встал впервые на водные лыжи. И, слава богу, быстро встал, пошел. Потом ему это понравилось. Открыл даже соревнования наши одни. Там был чемпионат или кубок румянцевый. Он открыл, получил кубок за это, за открытие. Ну, проехал за катером немножко просто. А потом он начал кататься немножко. Ему это нравилось. А потом что-то ему разонравилось. Он перестал заниматься водными лыжами. Перестал заниматься. Но отправили его в хоккей. Позанимался хоккеем немножко. Ну, а потом увидел, что экстремалы, он такой экстремальный парень, экстремалы тренируются на стадионе, вэкбардистами, становятся профессионалами. И он пошел, 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 у него начало получаться. И самое главное, конечно, это его желание. Понимаете, если ребенок не хочет чем-то заниматься, сложно его заставить. А у него это было желание. И мы хотели, чтобы Коля занимался водными лыжами, пошел по стопам матери, но он нам, в общем-то, отказал. В этом у него было желание заниматься. Ну, мы его поддержали в этом плане. Ну, и хочу сказать, что он упирался, конечно, добивался успеха. Мы поддерживали его. Создавали ему условия. Даже в этой стадионе помогали. В Москве и в Калуге. Возможно, что у него было тренироваться. Зимой в бассейнах тренировался. Ну, и сегодня он упертый в этом плане. Я хочу сказать, что, в принципе, мы довольны, что он этим занимается. Ну, достигает результата. Коль, что для тебя вейк? Я это уже неоднократно повторяю, что для меня вейк – это вся моя жизнь. И я катаюсь каждый день и получаю неимоверное удовольствие. Говорите ли вы совместный этот труд или только я добился этого? Конечно, помогает родители. Без родителей я бы вообще этого ничего не добился. Спасибо огромное папе. Спасибо огромное маме и всем моим родным, и всем, кто меня поддерживает. Слушай, а как ты совмещаешь? Учебу и... Короче, конечно, учебу сложно совмещать с вейком, но мы стараемся. И главное – распланировать свой день и планировать тренировки на воде и планировать свою учебу. Когда я учился в школе, было намного сложнее учиться и кататься. Сейчас стало полегче, потому что я перешел в колледж. И вот я уже заканчиваю. В следующем году, в этом уже году, я поступаю на высшее образование и буду учиться, наверное, на онлайн обучении и приеду сюда на полгода, на всю зиму. Это пока мечты, да? Почему? Все ощутимо. Ты же тренируешь деток, тренируешь людей, которые все обращаются как к чемпиону, да? Сколько времени нужно для тебя, чтобы человек сделал первый трюк, так как поставить? Если он мало-мальски катает. Чтобы поставить человека, чтобы он начал как-то прогрессировать и уже на вейке, хватает, я думаю, месяца, чтобы застабили где-то 2-3 трюка, чтобы они прям хорошо шли. А есть уже твои ученики, которые воспринимают тебя? Николай Волков, Леня? Я очень надеюсь на это, да. Я в бассейне поставил, не поставил, а начал тренировать уже 4-х людей. И вот один из них приехал сюда. Мы поставили первый раз у него фронтфлип в бассейне. И вот он приехал, спустя 3 дня он поставил его первый фронтфлип на лебедке. Даже с первого раза. Я был очень рад этому, что у меня получается, у него получается, и мне получается объяснять людям понятным языком. Спасибо тебе большое. И следующий вопрос папе. Так как он воспитал уже чемпиона, он также и стал возглавлять федерацию. Что нужно человеку, чтобы он вырос до такого уровня, как твой папа? То есть что он должен делать в жизни, чтобы иметь возможность контролировать все эти процессы? Ну, конечно, президентом стать, я думаю, что это люди не рождаются. Президентом это много качеств должно быть соответствующих. Ну, получилось так, что я говорил, что в истоку федерации стоял Юрий Алексеевич Гагарин. И потом пошли в нас, вот так как-то получилось, космонавты передавали друг другу эту эстафету. И многие космонавты побывали в руководстве федерации водонадженного спорта. Были другие значимые люди, очень значимые. Ну, вот, допустим, член ЦК КПСС был очень большой человек в свое время, главный редактор газеты «Правда», главный орган был партии. Он возглавлял. И тогда возможность была, конечно, государство очень сильно помогало в развитии водонадженного спорта. И спортсмены получали и дотации, и спокойно выезжали за рубеж. Вот у нас тогда как раз первая плеяда получилась чемпионом мира. участие в этих соревнованиях. Естественно, 90-й год сломал все. И во многих, в экономике, везде, в том числе и в спорте, и в однолыжном спорте. В это время, конечно, при переходном периоде был летчик-космонавт Стрекало, очень хороший наш друг. Он шесть раз побывал в космосе. Вот, мы с ним дружили. Ну, а я перед этим, наверное, где-то в 80-х годах, в середине побывал в Сочи, покатался, ну, заплатил деньги за катером, встал на лыжи, прокатился. И мне так это понравилось. Я помню, я так долго не оторвался от этого фала. Я песни пел в этом Черном море, далеко мне так понравилось. Я второй день побежал опять кататься, третий день кататься. Я на двух лыжах, на этих, я так мне здорово нравилось. Потом я приехал в Москву, я не стал это... Купил себе лыжи, деревянные, как-то не смотрел. Фал этот сделал, ручку сделал, нашел катер милиции, мы Тищинская, они меня таскали. Ну, а потом надо было поближе где-то, и я, ну, был на руководящей должности уже, и меня, мои подчиненные нашли мне в Москве базу, где тренировалась сборная России. И я приехал туда кататься. Ну, они с удовольствием мне предоставили возможность тренироваться. И Наталья Румянцева, бывшая, ныне Волохова, стала меня помогать кататься. И тут я уже стал уже более профессиональный, на одну лыжу, и слалом, и все, в общем-то, мне это нравилось ходить. В общем, потом образовалась даже семья там. Вот. И я стал помогать федерации, но в то время сложно было, и пришлось привлекать людей, которые имели большие деньги, потому что бюджет государства уже не выделял на это. И пришлось немножко просить у олигархов. Олигархи помогали немножко. Потом другие источники. И, в общем-то, мы с этой помощью, в общем-то, как-то выживали. Ну, и из этой поддержки меня летчик Космонава Старикалов попросил, говорит, ну, давай в президиум. Ну, вначале первым мицепрезидентом. Потом он говорит, давай, я уйду, оставайся. Ну, что делать-то? Народ избрал. И я стал президентом Федерации водно-лыжного спорта. И вот с тех пор, вот уже 24 года, где-то я у руля. Правда, в это время один-два года я пропустил, потому что пришел Валерий Павлинович Шансов, мы его избрали. Это бицемер города Москвы. Вот. Ну, он быстро сошел, ему это не очень нравилось, другими занимался. Ну, опять стал. И вот пока приходится трудиться. Но сейчас очень сложно, потому что даже раньше и олигархи щедро делили, а сегодня они прижимистые. Сегодня по-другому. Сегодня, конечно, надо основываться на бюджете. И вот мы сегодня ставим в основу все программы свои, привлечь бюджетные деньги. Ну, я очень благодарен сегодня нашим энтузиастам, вэкбордистам, особенно. Они очень сильно развиваются. Многие строят на те деньги, которые у них есть. В эйкпарке, клубы создают, реверсные лебедки, кольцевые лебедки. Сегодня кольцевые лебедки у нас уже сами, не только риксонские, у нас уже сегодня в Ростове ребята создают, в Санкт-Петербурге создают, в Москве создают кольцевые и реверсные лебедки. Это очень хорошо, потому что на этом будет, конечно, развиваться наш спорт, как массовый вид спорта. Спасибо вам большое. Ну, на всякий случай, как бы, хотелось бы, наверное, чтобы вы отметили, что это вся история, конечно, тяжелая, и в первую очередь, что действительно, как бы, на волонтерское, я бы сказала. то есть каких-то больших денег здесь не заработаешь, а заморочки очень много. И хотелось бы, чтобы это люди тоже понимали. Будем об этом говорить? Ну, можно сказать, конечно. Скажите. Конечно, это спорт, как я уже с самого начала сказал, что он дорогой вид спорта, дорогой. И строительство стадионов, строительство парков, это дорогое удовольствие. И обслуживание у него еще дороже, потому что надо привлекать очень много денег. И, конечно, хочется, чтобы больше людей, а чтобы больше людей, ну, естественно, приходится где-то делать уступки. И вот, и это удовольствие очень дорогое. Очень удовольствие. И я благодарен еще раз тем, кто работает, кто создает парки, кто трудится в парке, и кто помогает тренироваться нашим спортсмирам, в том числе и вам, вы наша как бы зимняя подушка. Потому что только здесь мы готовим спортсменов для того, чтобы они выступали достойно на чемпионатах, на различных видах соревнований. Ну, и я вот вижу здесь очень много любителей, которые приезжают со всей нашей огромной страны. Спасибо вам. Спасибо вам большое за это интервью. Все было круто, да?